На сцене Березняковского культурно-делового центра победители Всероссийского конкурса «Учитель года прошлых лет». В этом году они не только гости церемонии закрытия муниципального этапа, но и члены жюри, а также те, кто делился своим педагогическим опытом с нынешними участниками конкурса. Я поздравляю вас, коллеги, с окончанием этого конкурса и желаю вам жить яркой, профессиональной жизнью вместе со своими детьми. На церемонии награждения было сказано множество теплых слов в адрес преподавателей. Поздравил наставников и заместитель главы администрации города Олег Мизин. Девиз конкурса «Учить и учиться» отражает главные задачи современного образования. Это распространение новых идей и достижений, лучших педагогических практик. Поздравляю всех, кто сегодня поднимется на эту сцену за заслуженные награды. Напомню, конкурс «Учитель года 2023» стартовал в октябре в знаковом для города месте – музее компании «Уралкалий». И на подведение итогов поздравить финалистов пришел депутат-калийщик Евгений Зыбин. «Учитель – это такая профессия, очень важная. Это дети, где впервые соприкасаются, можно сказать, с жизнью, которую посвящают, вводят, как вторые родители, вводят детей в жизнь. И очень приятно, что наш город будет знать победителей, как я их назвал сегодня с цены, своих героев. Конечно, поздравляю их с таким успехом. Все молодцы. Сегодня каждый участник получит соленую лампу, где соединены соль и свет, символизирующие огонь знаний и богатство недр родной земли. Спонсором этих уникальных подарков стала самая соленая компания на земле – наш постоянный партнер – Пау «Уралкалий». Кстати, компания «Уралкалий» выделила средства на сувениры и солевые лампы для всех участников конкурса, которых в этом году было 26 из 20 учреждений образования города. Номинацией «Педагог дополнительного образования» награждается Галина Васильевна Ершова, педагог дополнительного образования детско-юношеского центра «Каскад». У педагога центра «Каскад» Галины Ершовой сегодня дебют и третье призовое место на муниципальном этапе конкурса «Учитель года». Галина Васильевна призналась, что заявку на участие вместо нее отправили коллеги, пока она с участниками поискового отряда «Феникс» была на раскопках в Оржеве. Конечно, помогали мне коллеги. И открыто занятия, и спич записать, и всякие… Вообще помогали коллеги, методисты, и вообще поддерживала. У меня была команда хорошая. Участие в конкурсе, оно вообще всегда ведь дает, чему-то учишься. Наверное, делаешь больше, чем ты можешь. Стараешься сделать больше, да? Стараешься что-то найти, какие-то приемы. И, конечно же, всегда чего-то находишь новое. Новое из того, что и коллеги показывают, где-то рассказывают. Ну и, конечно же, это вообще какая-то новая ступенька. В этот раз на муниципальном этапе конкурса преподаватели соревновались в шести номинациях, одна из которых стала совершенно уникальной для нашей страны – номинация «Перспектива». Ее создали специально для учеников 11-х классов, которые планируют поступать в педагогический университет. Впереди у финалистов – краевой этап всероссийского конкурса, который состоится уже весной. Пожелаем педагогам удачи! Ольга Распономарева, Никита Игнатьев. Наши новости.